Минск – город особый. Это политический, экономический, культурный центр, важнейший транзитный узел. На площади в 350 квадратных километров проживает ни много ни мало пятая часть Беларуси, почти 2 миллиона человек. На столице уравняются все регионы, на нее смотрят как на образец, берут пример, перенимают опыт. По основным показателям социально-экономического развития городу Минску принадлежит от четверти, если брать валовый внутренний продукт, до 80% прямых инвестиций. Это общереспубликанские значения и показатели. Если до середины 2000-х мы восстанавливали город после развала Советского Союза, то затем Минск вышел на свою траекторию развития. За 2,5-5 летки население прирастало по 16-17 тысяч ежегодно. И по численности мы практически достигли разумного предела. Я уже не единожды об этом говорил. Для удобства минчан, прежде всего, живущих и работающих здесь, и тех, кто сегодня захочет сюда приехать, было сказано четко и определенно – хватит. Такими темпами Минск развиваться в плане населения не может. Появились объекты, которые кардинально изменили восприятие столицы. Построены две спортивные арены мирового уровня, национальный олимпийский стадион «Динамо», новые станции метро, 14 современных гостиниц, торговые центры. Привели реконструкцию национального аэропорта. Открыли один из самых больших аквапарков в Европе. В Минске получили развитие самые современные медицинские технологии. Введены в эксплуатацию 17 крупных медицинских центров, 8 поликлиник. Для сферы образования построены 42 дошкольных учреждения, 18 школ. Возведением нового музея Великой Отечественной войны мы увековечили память о подвиге нашего народа. Столица стала площадкой для международных кино и театральных фестивалей. Мы принимаем десятки крупных мировых и европейских спортивных мероприятий. Недавно на достойном уровне провели известный всем детский конкурс «Евровиди». Говоря об экономике, как правило, я использую термин «опережающее развитие». Ведь здесь все, как в спорте. Если бежишь медленнее, чем другие, значит отстанешь. Такой же образ применим и к развитию Минска в сравнении с другими крупными городами мира. Столицы чаще всего расположены внутри столичных регионов и поэтому естественным образом ограничены территориальным ростом. Городу и Минской области при координации правительства необходимо разработать и законодательно закрепить планы по развитию пригородных земель. Определить в них функциональное назначение территорий с грамотным зонированием, учетом интенсивности их использования. Увязка планов развития двух административных единиц – это основа. Пока в данном вопросе много бессистемности и даже, я бы сказал, хаотичности. Продолжение следует...